привет вы на канале куска меня зовут кудинова наташа и сегодня мы будем говорить вот о материаловедении вот прям конкретно о нем что с ним делать и как определить состав чем популярнее становится наш канал чем больше у нас друзей в соцсетях тем чаще мы получаем такие сообщения на мой вкус довольно странные вот у меня такая пряжа а какой у нее состав в лучшем случае фотография или вот на прошлой неделе письмо которое стало причиной этого видео с пятью позиции о том что мне вот посоветовали что вы мне поможете вот у меня такая пряжа что мне с ней делать это подделка или не подделка ребят я вашу пряжу вообще не вижу я к вам домой прийти в шкаф заглянуть не могу я это видео делаю для того чтобы вы сами взяли свой материал могли определить из чего он состоит а все остальные видео дают дадут вам возможность понять что делать с этим материалом вот их уже на канале действительно довольно много уже больше года мы снимаем эти видео один два раза в неделю и мне кажется они довольно понятны и информативные в том числе многие из вас с этим соглашаются ну что что делать чтобы определить состав материала получили вы бобинку или у вас она давно лежит вы не помните из чего она состоит есть один мой любимый способ определение состава чего бы то ни было это поджиг например у нас пришла бобинка она пришла в партии мире носа но есть ощущение что она кашемир что мы делаем на поджиг шерсть от шерсти отличить нельзя я сегодня так смеялась сегодня утром я для того чтобы с вами поговорить и быть полностью уверены в своих словах пробежалась коротко по двум страницам в поиске гугла на мои вопросы и там девчата рассказываю не от пряжи а у тканях объясняют что вот шерсть она пахнет волосом подожженным а шелк он пахнет подожженным рогом я хохотала ну я даже не знаю как сказать о том что волосы и ногти состоят из одного вещества и пахнут они жженым кератином и пахнут они одинаково соответственно попытка отличить на поджиг шелк от шерсти немножко провалится соответственно вот шерсть от шерсти мы отличить не можем но понять составе шерсть или синтетика мы можем легко к сожалению камера не передает запах но пахнет паленым волосом ногтями у нас вот всегда есть зажигалка когда мы принимаем пряжу мы проверим что будет здесь будет такой маленький катышек это нормально это не значит что в составе синтетика если этот катышек вот так вот вам удается растереть значит это шерсть если этот катышек твердый плотный значит составе есть синтетика не обязательно что синтетика 100 она там просто есть чем крупнее катышек получился по отношению к нитке тем больше составе синтетики ну конечно если вы метр нитки сожжете то он тоже так крупный будет как мы можем определить меринос кашемир или мохер или ангоры у нас составит только визуально только с помощью наработанного опыта насмотренности я могу определить я вот на бобину смотрю и мне вот понятно что чего-то ребят от не меринос у меня начинаются сомнения но я смотрю на эти бобины уже очень много лет и трогаю их тоннами каждый месяц и поэтому что я делаю я ее стираю отрываю нитку и стираю чтобы выпушилась составляющая и уже дальше я смотрю на те вершинки которые видела здесь явно кашемир он очень мягкий нежный он такой ниточка чуть-чуть такая неровная как бы зигзажками и она очень нежная делаю так мягонько это она у ангоры будут торчащие вершинки или еще более тонкие шелковистые ворски я могу определить как научить этому на камере я не знаю потому что это определяется даже не глазом это и тактильно и глазом ты определяешь вместе просто нужен опыт на самом деле здесь не очень важно нитка мягкая может быть там пять процентов кашемиров смесовки да у вас не если нет этикетки вы не знаете он чувствуете что она гораздо мягче чем меринос отлично действуйте так как мы с вами обсуждали в смесовках шелк меня очень умиляют вопросы когда мне задают вот не надо мне говорить что у вас магазине натуральный шелк продается как-то раз пару лет назад к нам пришла клиентка это наверное было единственный случай в жизни когда я реально очень разгорячилась объясняя про материал и она стала говорить моим девчатам о том что дошел конечно настоящий да да за такие деньги я разозлилась и сказал ну лично для вас давайте мы 0 дорисуем он будет не по 500 рублей а 5 тысяч без проблем если вам так комфортнее мы так поступим ей стало менее комфортно из чего вы взяли что это не шелк на основании чего вы делаете такие выводы если вот я вам говорю что это шелк вы пришли в мой магазин а я уверена в своем товаре мне кажется он стоит дорого пришли мы к себе к выводу и что мы делаем шелком тоже поджигаем его если это вискоза вискозный шелк это запах бумаги этот запах точно такой же как при поджиге хлопка я думаю хлопковая нить есть в каждом доме каждой вязальщицы и вязальщика который меня сейчас смотрит такой запах да она будет выглядеть гладкой или шелковистой она может быть похожа на шерсть потому что из вискозы можно делать материалы разного визуала она может быть матовая она может иметь ворс она может быть гладкая похожая на шор но она все равно остается вискозой свойствование вискозные из нее делают прекрасные ткани и к мех они гладкие блестящие но это все равно вискоза с шелком история другая так как это родственные нашему волосу по составляющему материал запах он такой же дает вот шелк от шерсти мы на поджиг не определим здесь нам глазки должны помогать и ручки мы будем трогать будем смотреть буретный шелк всегда сухой он не матовый у него сухое чуть-чуть бумажное ощущение но на поджиг это будет пахнуть волосом все остальные виды шелка они имеют блеск даже бурет он имеет потаенный скрытый блеск но опять же это нужно если ты видишь его первый раз конечно не определишь поэтому поджигаем с вискозой еще такой вариант есть если это смесовка и в смесовке много всего очень сложно определить чего там есть тогда мы образец мочим и если в в намоченном виде образец приобретать немного деревянное ощущение он становится менее пластичным то значит в составе есть вискоза чем деревяннее ощущение тем больше в составе вискоза ну вот так вот просто про про смесовки есть очень сложные сложно сочиненные смесовки в составе которой есть несколько видов шерсти есть шелк и какая-то синтетика причем любая синтетика нам будет давать вот этот вот комочек будет давать немножко другой пепел да не вот этот все все натуральные материалы дают рассыпающийся пепел не дают жесткий комочек синтетические материалы дает жесткий комочек вискоза не дает тоже никакого наплыва на конце нити а тоже просто такой бумажный пепел есть еще варианты определения состава по пеплу по свойствам горения но это уже вещи которые нужны технологам вам они по большому счету не нужны поэтому мы не будем с вами об этом говорить нам с вами нужно понять шерсть не шерсть шелк не шелк и я не знаю с какими магазинами и продавцами имели дело люди которые задают мне такие вопросы но у нас есть определенное правило мы не занимаемся маркетингом материалов то есть мы не говорим вам о том что это танцы он просто волшебный это вискоза вся вискоза будет называться в нашем магазине вискоза это райлон он просто очень особенный вы он даже лучше шелка недавно мне написали на канал о том что насмотревшись все пошла буквально побежала за различными маркетингами видами вискозы и тут наткнулась на мое видео об него споткнулась и тут стало все понятно но вискоза вискозой остается и вискозу делают не из дерева ее делают из целлюлозы а целлюлозы настолько разложенная составляющая что состав целлюлозы после разложения то есть вот это целлюлозы разложили чего там было бамбук это был была эта березонь к сосеночка или это было кого-то бы волшебный баобаб определить уже нельзя поэтому мы за правду в материаловедение и сегодня я шла на работу и думала эти мысли было немножко разгорячена этими вопросами в плане того что ребят да сколько можно там мы об этом же все время говорим мы говорим об этом два раза в неделю можно и на канале есть видео где я поджигаю и рассказываю как и что кому интересно я под этим видео дам ссылочку посмотрите поподробнее но все равно многие ленятся залезть свой шкаф связать образец поджечь свою ниточку а хотят чтобы кто-то там за тысячи километров им рассказал как это все есть и спас их не ребят мы с вами не так работаем мы учимся те кто учатся получают здесь уйму полезной информации те кто учиться не очень хочет тогда можете просто наслаждаться вязанием но самостоятельно надеюсь это видео было полезно для тем у кого есть нерешенные вопросы по материалам из шкафа спасибо за то что смотрите отличного настроения приятного вязания и спасибо за вашу поддержку и комментарии пока